Привет, дамы и господа, мы продолжаем играть в вампир. Это третье видео, мы с вами тут Уильяма нашли. Это не очень неразумный вампир, который... Эмм... Натворил дело, короче говоря, посмотри. Про него говорят, что при жизни он был хорошим малым. Ну, не знаю. Может быть, это, конечно, чисто вампирская жажда, но тут кругом трупы просто освежеванные. И среди прочего, мы тут нашли мужчину. За нами приехал доктор, поэтому сейчас нам нужно как-то заховаться. Поехали. Рубашку сменил бы. А то, блин, привлекаешь внимание с этой кровищей. Поехали. Поехали. Вон тот бар, где мы были. Поехали. 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 Я проведу третий из твоих семинаров после войны. У меня большая уважаемость за твои исследования. И какой раз вновь. Ингландский самый уважаемый медицинский специалист вернулся к Лондону в «вампире». Это слово снова. Из-за так называемой «марантир»? Я понимаю, что традиционно, роль «скохозяйства» — это проработать мифы. Но когда миф ходит между нас, Брадовство Санкт-Поулы дедакировало свой purpose к их изучению. Есть много для вас, чтобы узнать. Так вы правы. Ну, тогда я скажу. Подписывайтесь на мою службу в Пембрук Хоспитал. Как медицинский. Я надеюсь, что вы не найдете лучше для контролировать твои предыдущие. Это другое. Я вернулся домой, чтобы увидеть мою медицинскую мать. Так что вы говорите? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. что вы были. Брадовцы приняты. А что вы говорите? Я не знаю. Но твоя очень хорошая призыва, этого дмитрия. Я очень рад. Есть, но тебя не очень рады. Возможно, спасибо. О, Джонатан. Это что для книги. И начало красивой картины. Ну а куда им деваться было, по сути, да? По-прежнему интересно, как вампиры относятся к ладе. Готичненько, готичненько. Я знаю, игра пока очень нравится. Она очень неторопливая, книжная. Далеко не ААА, то есть... Далеко не всем зайдет. Но я, как вы знаете, люблю такие атмосферные вещи. Доктор Сванзи, благодаря богу, я начинаю сомневаться. Будьте осторожны, директор Крейн. Я приведу хорошие новости. О, доктор, что вечер. Мы потеряли два еще пациента. Директор Крейн сказал, что вы не можете ее взять и уехать. Да, ну, я сделаю новую ротарь в вечере. В связи с тем, найдем... ...много беда для мистер Хамптон. Будьте осторожны его нужды. Конечно, доктор. О, и Дорофи. Да, доктор? Доктор Рид здесь уже обратился с фронта. Он служил Крейн Кантри, и мы с нами здесь в Пембрук. Мы очень счастливы, чтобы вы получили его таланты. И один, который очень опытный в крови. Это очень хорошая вещь, доктор. Ах, да. Провести анализ крови Уильяма Бишопа в больнице. Ну так-то да, но давайте посмотрим, что здесь. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ты мастер! Я не пойду. Сэр, пожалуйста. Ты потерял слишком много крови. Слышь себя. Моги. Простите меня и отвезь меня в больницу, ты дурак! Уживая хорошего самаритана. Это не точно так, чтобы избежать. Хорошо, хорошо, извините. Я здесь в больнице. Мы качки спили на улицу и ты бежал. Да, это очень хрень, который у вас там. Будьте мои слова, я был... Я был доктор. Доктор Джонатан Рид. Меня зовут Клей Кокс. Я бы рада тебе помогать мне в лучшее место, док. Слышь меня, мистер Кокс. Пожалуйста, помогите тебе в лучшее место. Пусть живет. Можно загипнотизировать. Качество крови указывает на то, сколько единиц опыта вы получите, убив этого так. 500 опыта. Блин, 500 опыта. Чтобы выпить кровь человека, сначала нужно загипнотизировать. А можно я не буду этого делать? Хотя, ты знаешь... Не. Похоже, я не могу отказаться. Загипнотизировал. Рукой, короче, приложился к его лицу. О, прикинь. Боже, это музыка. Объять. Либо отпустить. Клей. Ты знаешь, сегодня твой второй день рождения. Объяв его, получите многое из опыта, но помните, это приведет к определенным последствиям. Чем больше вы узнаете о гражданах... Я сейчас не голоден. Свободен. Э? Свободен? А! Давай, родная. Тебе сейчас очень-очень-очень-очень повезло. Ну, тем более, я не ем дома. Но никакого хранителя не может ходить долго. Можно поставить себе условия, там, допустим, пить кровь только красивых женщин. Ну, эстет, там, тому подобное. Ну, это глупо. Просто, пока что не нужно нам это было, верно? Мы же не хотели этого делать. О боже, сколько еды. Скажите мне, пожалуйста, я попал на званный ужин? Мммм... Здравствуйте, доктор. Подожди, а ты кто вообще? Ммм... 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 Он также очень уверен в твоем будущем. И посмотрите на тебя сейчас. Эминент-суржент и грудно-трансфужен специалист. Сейчас мне нужно нечто другое. Мы с тобой еще поболтаем. И не раз, походу. Что? Но мне нравится Cum window? Дотора, где ты был? У меня нет времени bebал boards Todd and seek с новыми инціендиациями, McMahonу не helithridisними having trust in it. Я построил мужчина от nãoя Mossos. Он ответит на название Clay Cox. Онes необходимым медицейной очевидностью. Вони достаточно ваших рывы? Это орех из Пембреки. Я скажу приложение Коста им поболтал будет в rollman. Спасибо, Элену Хейди. Что я могу сделать для тебя? Доктор Суанзи предупреждал, что мы вам дадим спокойный офис. Вы найдете его на втором этапе, с вашим именем на дворе. Спасибо. Нурс Крейн, правда? Да, Дороти Крейн. Добро пожаловать в Пембрага, доктор Рид. Твоя офис готова. Спасибо, Нурс Крейн. Нужно навести порядок. Что-то здесь как-то все... Хотя это, наверное, из-за того, что карантин там, и, типа, народ бедствует. Здравствуйте. Доктор Суанзи право. Это место, кажется, perfect, чтобы проводить мои исследования. Боже, это практически хор... Типичное хоррорное место. Только я тут за вампира, я главный монстр. Их жизнь зависит от тебя. Требуются медсестры. Обращайтесь в ближайшие... Так, понял. Блин, столько мест. Столько возможностей. Не, пока игра определенно нравится. Мне нужно попить крови, потому что... Либо если я сейчас отдохну, может быть, на кровати... Так, это у нас второй этаж? А это третий, да? Ага. Бардак. Кругом бардак. Оу. Так, давай заведуем. Спасибо. Старой пилой, похоже, можно бить людей. Нам это нравится. Карта пациента Элвода. Так, а ну. Пациент Томас Элвод, 28 лет. Состояние выздоравливается. Во время войны лицо пациента было серьезно обожжено и деформировано при взрыве бомбы. Даже получая самые сильные успокоительные средства, он регулярно испытывает сильнейшую боль, словно, по его словам, огонь все еще горит под кожей. Осмотр рубцующихся тканей не показал следов воспаления, инфекций или отеков. Шрамы чистые. Может это случай неизлечимого повреждения нервов? Пациент постоянно винит себя в своих физических уродствах. Может это случай чувства вины выжившего? Фантомная боль как наказание за то, что он не умер вместе со своими товарищами? О, жесть, печально. Надо будет избавить его от мучений. Что-то отражается в зеркале. Ну, здесь вообще отражение сделано на манер Мафии 3D, что не очень хорошо на самом деле. Знаете, почему-то по атмосфере это все дело напоминает больше всего не какие-нибудь там Лафи Стрэнджи или что-то там наподобие Вампир Маскарад Блэд Лайнс. Напоминает в первую очередь Арканум. И это на самом деле очень хорошо. Типец Экрэйт Стриклэндс. Ага. Экрэйт. Ну, надо же. Доктор Ридд уже там птичок повесили. Да, довольно уютно на самом деле. Я бы сказал. Так, у нас 621 с опыта. Пока что ни на что не тратим. Кровавый барьер. Создаете невидимый барьер, который поглощает урон. А, это Квен, значит, такой, да, своеобразный. Свертывание. Останавливаете кровь в венах цели, делаю беззащитный. Я бы на самом деле хотел так. Прыжок цели, наносите урон во время приземления. Вот это вот мне больше всего нужно. Ну, то есть прыгать сверху. И это у нас стоит... Уровень 5 необходимо. Так, но у меня четвертый. Это значит, что скоро это и будет. Можно пока, в принципе, он стойкость качнуть. Давайте пока вот это вот реально накопим. Чего бы нет. Почему бы... Почему бы и да, как говорится. До второго уровня прокачали, то это... Так, все, выходим. И спад. Теперь спад давай. Укус у нас слабенький пока что. Но это такое. И сейчас, я так понимаю, вот я поспал и у меня начинается следующая ночь. То есть, с самого начала. Или нет. Здесь как-то оно вообще идет в режиме реального времени ночь. Или нет. Непонятно. Походу нет. Может быть, из-за музыки напоминает арканом. Но что-то такое прям... Я вас понял. А где мне ее взять? Ну, допустим, вот. Походу, нельзя напомнить. Я очень буду ценить ваши подсказки. Бич драконов. Ну, ни хера себе, извините. Старый, но все еще острый меч, на лезвии которого выгравлена латинская фраза. По легенде, был выкован Уэльси в 6 веке и принадлежал Павлу Аврелиона, основателю братства святого Павла. Его возраст вызывает сомнения, поскольку в те времена были распространены мечи совсем другого качества и формы. Меч драконов передавался от одного главы братства к другому и использовался на церемонии проводов, когда глава братства отправлялся на бой с врагом. Священный меч был утерян после раскола между братством и стражами Привана в середине 19 века. Обе стороны обвиняют друг друга в краже. Скорость атаки, выносливость 75 урон. Так, а у меня че там? 45, 65, 65, 75. Ну, а че бы и нет, на самом деле. Давайте его поставим. Хотя тут 99 и она реально дико дамажила. Ну, выносливость садила. Коса, наверное, круче. Что это за катсцена? Типа это норма? О, смотри. Как это? С чего бы это оно так поменялось, интересно? Секунду, я как-то переключил внешний вид или это норма? Уровень 5. Ага. Немного странно. Так, ну допустим. А вот. Свежий образец крови Уильяма Бишопа в маленький проект. Ага, понял. Ну. Немного заблудился. Это бывает. Я так понимаю, что я в шкафчике меняю костюм. Может это дают за предзаказ, может это за то, что у меня пресс-версия. Статья об Эконах. Это редкая возможность даже привилегий сблизиться с вампирами наблюдать за их физиологическими и психологическими особенностями с научно-рациональной точки зрения. Вот некоторые из удивительных способностей, которые я наблюдал за последние 10 лет в ходе общения с вампирами или Эконами, как они себя называют. Сверхъестественная скорость. Вампир может действовать и двигаться так же, как и смертный, но опытный глаз подметит, что все чувства у них обострены, а реакция гораздо быстрее, чем у любого смертного. В некоторых случаях тревогу, удивление необходимо избежать. Я видел, как вампир двигался так быстро, словно исчезал и внезапно появлялся где-то еще. Когда вампиры действуют так быстро, человеческий глаз не может за этим уследить, но это не телепортация и не дематериализация. Это всего лишь сверхъестественная скорость. Эта способность позволяет вампирам, словно кошкам, бегать, уклоняться и прыгать дальше и быстрее, чем это делаем мы. Кроме того, я заметил, что такая скорость их утомляет. Физические ограничения действуют и на них. Гипноз. Одна из самых мощных особенностей вампира – это возможность починить себе смертного. Я называю это свойство гипноз, но оно не имеет ничего общего со способностью смертных изменять психическое состояние подопытного. Вампир может починить смертного своей воле и даже сломать его психику. Один вампир, с которым я беседовал, даже сказал, что чем сильнее сопротивляется жертва, тем более долговременным является урон. Словно вампир в буквальном смысле раскалывает разум цели. Тот же вампир объяснил мне, что на овладение данной способностью требуется время и что результаты воздействия бывают самыми разными. Вампир может внушить ложные воспоминания и стереть болезненные возможности поистине безграничные, что и пугает. Ну и чутье на кровь. Это, возможно, самая жуткая способность вампиров, поскольку именно она является причиной множества трагедий как для них, так и для нас. Вампиры жаждут крови. Они должны проявить неимоверную силу и волю, чтобы сдержаться и не выпить всю кровь, которая находится в поле их зрения. Кровь нужна им для того, чтобы существовать и воспользоваться своими... Так, я думал, здесь что-то более полезное будет написано, типа там про вот это вот оле, серебро и тому подобное. Не забываем читать это на паузе, окей? Я тоже потом почитаю. Смотрим. Мы, похоже, меняем костюмы реально. Ну и меч, на самом деле, какой-то такой, похоже, тоже ОП. Да, мы можем поменять костюм. Но этот банально лучше, конечно, а тот эксклюзивнее, поэтому я в том буду ходить. Давайте походим в том. Я в том выгляжу как Гэри Олдман из этого фильма, как вот там Дракула. Во. У меня бачки еще круглые такие. Я бы такой был вполне себе в теме. Отдохнуть в кровати до ночи. Так, ну давай. Окей. Я доволен, на самом деле, своим персонажем. Он неплохой. Так, пикирование. Угу. Ммм, пятьсот. Ну, ну, начать... Не, мы не можем начать. Я думал, здесь как в God of War. По-быстренькому вкачиваешь, и оно прибавляется. Так, подожди. Я не отдохнул, получается? А, мне можно просто сейчас нажать на... Ага, я понял. Что-то мы много времени здесь потратили. Несколько ночей, получается. Пока переодевались там, пока что... Ммм, добрый день. Ммм. 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 Морг. Морг. Круто. Ммм. 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 походу спасибо спасибо пожалуйста я есть вампир нет костюм гораздо более атмосферный ну то есть тот типа красивые такое но главный герой он при всем прочим у него какая-то слишком уж современная прическа занятили читаем на паузе все это дело чтобы успеть больше за серию потому что я очень сильно задерживаюсь как правило так передняя дверь закрыта скаула сезона к асидин достигать и файл это фан сомбаре ты попал по мне к тому дела так я попробовал парировать у этого оружия парирование нет а чего не на задок у всех надо быть поаккуратнее потому что я довольно много потратил свою жизнь образец разбавлены чистой крови мило у вас тут отошел на 5 метров а тут уже короче кто-то кого-то не прочь съесть это не страшно то что я потратил жизни они постепенно восполняются гайс как нет как не пользоваться пистолетом я не знаю честно говоря давайте я посмотрю так игровой процесс авторы вернуться в главный меню звук видео тут тут даже нигде не написано а вот взаимодействие в бою так но здесь написано для мышки но хотя бы хотя бы понять то есть мне вообще можно этим пользоваться да блин что-то прилипаешь выстрелить левая кнопка мыши хорошо а у меня тогда как блин я забыл посмотреть так то жесткие пацаны относительно может это потому что у меня там покажется пистолет какой-то неолёт чувак я буду вместе на многое бы не рассчитывал так давайте посмотрим на собственно меч что он умеет информация так а он не двуручные же он одноручный вот она чё я вас понял с этим мечом я по-моему атмосфер не выгляжу был прикольно если бы он у меня был такой в трости в какой-нибудь фотографии улыбающейся парочки на обороте несколько слов милтон и пипа навсегда с на отнести бумажникова владельцу на карте как-то отмечается нет на карте я вижу только убежище даже секунду нет это просто вода отнести бумажник это сюда это походу надо в больнице найти как чей там бумажник здесь по занимаемся своими делами все понял картечь патрон патроны есть чем стрелять я вроде все кнопки попробовал может там какие-нибудь на крестовине что-то мне подсказывает что здесь мне будут не рады так найти тартра железо хинин гипохлорид натрия и не огрести при этом верно хозяева кто там рычит она вылазь так подожди секунду мне вроде сюда указывала вот этот он на этаж ниже судя по всему вот этот на этаж а на этаж выше все я понял то есть надо смотреть там стрелочки небольшие такие над указателем окей а дверь я могу открыть ну смысле главный выход и не выходи чувак походу я сейчас выйду не смогу обратно зайти короче нам нет я теперь могу зайти я открыл эту дверь ладно допустим ничего не было выходим по одному он там снизу определенно что-то понадобится только я пока не знаю как это открыть так че разберемся потом хорошо хоть предметы как-то подсвечены вообще наполнение комнат тоже прикольно то есть как вы знаете в некоторых играх этим не заморачиваться там в углу кровать стоит какой-нибудь стол такой control c control v а здесь по сути каждая комната уникальная это довольно приятно выглядит но повторюсь графика не то что там какая-то мега мега круто ладно поищем другой спуск или может быть какой-то ключ так еще выше на этом этаже вот здесь у нас что-то есть приятного аппетита да ты мрачный слушай но их больше двух если будет то это может быть проблема пока что они сюжет прикольный и сама тематика вампиров очень много искупает даже если в игре там полно минусов допустим тематика вот этого всего очень сильно все искупает так допустим портсигар тебе он явно больше не нужен здравствуйте а вот он здесь описание для каждого предмета есть а нет похоже это просто там одно предложение это не описание давай своих зови знаешь вообще пока что потому что я увидел вот это гораздо забавнее как оружие гудбай мадав образец разбавленной чистой крови так хоккей хорошо нам нужно вниз потому что здесь походу больше ничего не найдем игра я понял что парирует это вайп успокойся с этой косой я тоже выгляжу так колоритно я бы сказал что на третьем этаже почему бы не посетить ну двери просто огромные какие-то я до середины двери в этом костюме я похож такой но как холмс она вылазь ты хочешь поговорить со мной или ты хочешь вниз это не хоррор я не буду бояться походу я просто хожу и это считается остался на данной игре потому что я тихо двигаюсь парирование еще стоит приучиться эти прыжки лучше не парирует в целом вообще ну то есть потому что там типа она того не стоит проще вернуться и дать гораздо больше урона бы так выходим я тебя видел я тебя видел давай не левил дизайн то есть реально прикольный может его тоже не стоило бить там я тебе сейчас зажму меня в обувь ага ну от парировали видишь после этого отпрыгать почему-то довольно сложно было сейчас спарировать на окей платы все равно убрешь это вам не поможет ну с косой реально интереснее даже просто драться господа вот это вот который тут на разделочном столе он не хочет встать допустим было бы круто старый ампутационный нож так поглощение крови скорость атаки подожди давай попробуем вот это лучше улучшить хотя мы там за столом же можем это улучшать доступно новое расследование откройте меню расследования нажав ага расследование которое вам доверяют горожане рассортированы по районам чтобы приступить к заданию выберите его нажав x после этого на карте обозначится область которую нужно исследовать полночь саду так отнести бумажник милтон хукс водитель кареты скорой помощи из пембрухской больницы показал что на него напал пациент который он вез в больницу ему пришлось бежать через сад но при этом он потерял бумажник наверное нападавший был очень агрессивным ведь милтон отказывается возвращаться так я понял а это у нас выяснить причину смерти я прочел отчет доктора типица относительно смерти сэмюэла коннора он не очень меня убедил возможно мне стоит провести собственное расследование выяснить подожди я не читал вот так европео 39 лет с рыбак вероятная причина смерти быстро прогрессирующая пневмонии с вирус индуцированным уплотнением легкого испанский грипп присутствующий на вскрытие так ими под ясно если он не спал индустрирует дон мяч ты работал от бачилок интерес он там слепит от вскрытия давайте посмотрим на руки на лапе и пресс он скарин он и он sandlake old and Допустим, уголки губ. Допустим, уголки губ. Ну, давай посмотрим, что они там навскрывали. Че он там видит-то, я не знаю. Такие знаки внутреннего болезни. Так, доктор Типпетт с анестетиками были нескорректно дозированы, вызывая пациента смерть. И тогда он пытался оперировать на него снова. Типпетт сделал ошибку. Это время, чтобы мы говорили. Хорошо, допустим. Это потому что я доктор. Так. Мне нужно какую-то отмычку или что-то в этом духе. Потому что это уже не первый ящик, который меня таким образом обламывает. И это очень больно и очень печально. Так. Сеня-то там. Даже не успел понять, что его прибило. Так. Хорошо. Я вас понял. Что-то какая-то как будто арена. Джон Доу. Угу. Имя твое, походу, никто... Оу. Любопытно. Что-то новенькое. Вообще-то... Довольно странно оно себя ведет. Парирование с тобой, походу, не самая лучшая идея. Ладно. Забьем. Забьем. Забейте его, господи. Воу. Прилетело. Да и по-на-мать. Ясно. Так. Хорошо. Я тут просто в одном месте застрял. Так, в принципе, это же, блин, легко. Ах. Вас уничтожили. Сейчас посмотрим, кто кого...